Здравствуйте, уважаемые коллеги, Игорь Владимирович, Андрей Борисович. Жалко, что отложила пандемия, конечно, отпечаток. Не очень комфортно и приятно, но вот сейчас есть возможность одновременно участвовать в двух конференциях, собственно, если какие-то плюсы, просто такое наслоение произошло. Но я попытаюсь сегодня выразить свои взгляды на необходимость в морфоловической верификации периферических образований до хирургического лечения, не только выразить свои взгляды, но и попробовать их обосновать. Но с учетом того пессимистичного для хирургии, но реалистичного для жизни сценария, который ждет хирургию, который озвучил Андрей Борисович, это иммунотерапия, лекарственные методы лечения, стереотоксическая терапия. Наверное, вопрос верификации образования отпадет, и, наверное, это будет уже рутиной и стандартом при выборе методов лечения, которые не будут сопровождаться хирургическим вмешательством. Но на какие же критерии можно опираться, на какие данные для того, чтобы принять решение о выполнении пациенту хирургического вмешательства с наличием углового образования подозрительного в отношении опухоли? Ну, основной и традиционно прижившийся метод диагностический – это компьютерная томография. Я хочу лишь привести пример. Это гайдлайны американского общества Фишнера. Это последние рекомендации за 2017 год. Они не касаются именно пациентов, которые включаются в скрининг, они касаются всех пациентов с впервые выявленными узловыми образованиями в лёгком. И в основе лежит создание базы данных. Основополагающей является выполнение исследования с толщиной срезов не более полутора миллиметров, а желательно толщиной среза один миллиметр, так как использование толстых срезов увеличивает усреднение объёма, что может, в свою очередь, препятствовать точной характеристике изменений в лёгких, да, и в дальнейшем обсуждение динамических изменений, которые в них происходят. Что важно? Естественно, должен в клинике, которая занимается хирургическим лечением пациентов раком лёгкого, работать грамотный рентгенолог и хирург, который должен знать также основные критерии, которые позволят избежать хирургического вмешательства и даже избежать инвазивной диагностической процедуры. Ну вот тут вашему вниманию представлена рентгенограмма. Это пациент, которому выполнена томография с шириной шага один миллиметр. И вы видите образование с чёткими гладкими контурами, да, располагающиеся в корне доли, с наличием внутреннего жира и кальцификации, которые однозначно по рентгенологическим данным соответствуют гомортоме. Да, у данного пациента можно верификацию диагноза не производить, можно либо наблюдать и нужно, скорее всего, делать, да, всё зависит от возрастных характеристик пациента, от его функционального статуса. Ну а можно принять решение о выполнении, скажем, в случае согласия пациента, резекции лёгкого и, собственно, для того, чтобы подтвердить те сомнения, которые мы имеем по данным компьютерной томографии. Вот ещё одно исследование, да, оно выглядит, вы видите, это чёткий такой узелок с гладкими краями, кальцификации в центре, который соответствует картине, типичной для зажившей гранулёмы. Однако неопытный рентгенолог может, скажем, однозначно на этот вопрос не ответить, и этот узел может быть подвергнут, скажем, дополнительным каким-то поискам дополнительных изменений в нём. Вот данные, вы видите, это исследование, выполненное с шириной шага А, 5 мм, где мы видим типичное матовое стекло. А если мы выполняем исследование с шириной шага 1 мм, картина – это тот же самый пациент, та же самая томограмма, только разная ширина шага. Картина абсолютно меняется, увеличиваются подозрения, появляется солидный компонент с наличием кистозного компонента. Хирургическое лечение у этого пациента показало, что у пациента аденокарцинома. Вот ещё, видите, матовое стекло типичное. Опять-таки, есть два пути. Либо попытка морфологической верификации, противники скажут, что можно сразу выполнить резекцию. В случае, если, скажем, к примеру, выполнено ПЭТ, имеется высокое накопление радиофармпрепарата. Однако, по рекомендациям, по гайдлайнам, рекомендовано данному пациенту наблюдение. Первое контрольное КТ через 15 месяцев, то есть больше, чем через год, которое показало, это рисунок Б, незначительное увеличение изменения прозрачности. И ещё одно повторное исследование через 10 месяцев. То есть, по сути, пациент наблюдался в течение двух лет, и через два года выявлено увеличение этого образования. И пациенту проведено хирургическое лечение, которое подтвердило, что у него инвазивная карцинома в стадии 1А. Вот ещё одна томограмма. Вы видите образование в левом лёгком, которое можно расценивать либо как первичную опухоль, либо как поствоспалительные изменения. Но очень похоже, не согласитесь, на первичную опухолевообразование. Опять-таки, два варианта. Либо выполнить функцию транстаракальную, если сомнения вас мучают, и проводить динамическое наблюдение. Либо альтернатива для противников верификации – это выполнить хирургическое вмешательство, собственно, вот ту же торкоскопическую резекцию. Но это лишнее инвазивное вмешательство. Да, вы видите, ещё у пациента иметь золотозные изменения. И, наверное, всё же оправданно наблюдение и, возможно, верификация диагноза. С чему свидетельствует томограмма B, контрольное исследование. Через 4 месяца полностью перестало определяться вот это самое образование, которое было расценено в последующем как по суспавительным изменениям. Обязательно рекомендуется по гайдлайнам выполнение исследований в двух проекциях – в коронарной и сагитальной проекции. И вот, собственно, подтверждение того рентгенограмма. Вот мы видим справа во втором сегменте узловое образование, которое можно, в принципе, трактовать как опухолевое изменение. Однако при исследовании уже в коронарной проекции вы видите чёткое такое линейное изменение в междолевой борозде, в междолевой плевре, которое представляет собой доброкачественный линейный рубец или лимфоидную ткань. И, собственно, вот на основе всех этих рекомендаций Фишнеровская ассоциация предлагает гайдлайн 2017 года, последняя их публикация. И вы видите, что узловые образования менее 6 мм, солидные, субсолидные, не требуют каких-то дополнительных инвазивных методик, вмешательств, да, требуют динамического наблюдения, как правило, от 18 до 24 месяцев. Необходимо более тщательно относиться к узловым образованиям более 8 мм, к солитарным солидным образованиям, да, такие образования требуют более тщательной диагностики. И практически всем пациентам рекомендовано по мере возможности забор биологических материалов, то есть использование инвазивных методик для уточнения характера изменений в этих самых узловых образованиях. Вторая методика – позитронно-эмиссионная томография, да, вроде информативная методика, современная. Хочу привести вашему вниманию метаанализ. Это более 1800 исследований, да, куда были включены пациенты с узловыми образованиями в легком, менее 3 см. У 900 пациентов был подтвержден диагноз на основании хирургического лечения, либо каких-то диагностических пункций злокачественной опухоли. И в 60 наблюдениях характер изменений носил доброкачественный характер. Оценивалось все во время исследования, да, и после подводился анализ, который сопоставлял интенсивность накопления радиоактивной глюкозы с данными морфологического исследования, которые были получены. Исследование продемонстрировало, что методика характеризуется именно в диагностике периферических узловых образований солитарных в легком диаметре менее 3 см, достаточно невысокой чувствительностью, которая составила 89%, да, и суммарно специфичность составила на основании всех этих исследований, проведенного метаанализа, лишь 70%. Также характеризовалось невысокой положительной прогностической ценностью 3,3 и невысокой отрицательной прогностической ценностью 0,18. Выводы, к которым пришли авторы, что позитронно-эмиссионная томография, дополненная компьютерной томографией, демонстрирует недостаточную чувствительность и специфичность в диагностике злокачественных солитарных новообразований легкого. Методика на сегодняшний день не может заменить инвазивные методы диагностики, да, трансторокальная функция, бонфоскопия и другие имеющиеся на сегодняшний день, арсенал диагностических методов, которые по-прежнему являются золотым стандартом в диагностике злокачественных новообразований легкого. И вот вашему примеру хочу привести клиническое наблюдение из нашей практики, да, обратился к нам пациент 65 лет, в третьем сегменте левого легкого выявлено было такое образование узловое, которое по своей рентгенологическим характеристикам, лучистость контуров, больше было похоже на первичный рак легкого. И вы видите, были лимфатические узлы крупные, бифоркационные, паратрахиальные, они вот здесь подчеркнуты, до трех сантиметров в диаметре множественные. Дважды была выполнена трансторокальная функция вот этого образования, да, второй раз получили пневмоторакс, материал был информативный, и в первый раз тоже информации было недостаточно, элементы крови и элементы воспаления. Что удивительно, что позитронная эмиссионная томография, которая нами была выполнена, выявила достаточно высокое накопление вот в этом очаге в легком до 8,8, это уже динамическое наблюдение, узел увеличился, было 1,2,8, стал 5,5,1. И очень высокое накопление в медиастинальных лимфатических узлах, которое доходило до 14, то есть больше, чем в первичном образовании. Но нас смущал именно рентгенологический вид этих образований, хоть и крупные, но с достаточно четкими контурами, и мы прибегли к диагностической процедуре инвазивной, выполнили транспищеводную, транстрахиальную функцию, к сожалению, получили элементы воспаления, элементы лимфоузла. Собственно, может, не было получено данных за злокачественные элементы опухолевые, собственно, может, и нас побудило более агрессивные методики. Мы выполнили вот такую-то ракоскопическую диссекцию справа, паратрахиальную и бифоркационную. И каково было наше удивление, когда в этих узлах СЮФ-14 мы получили во всех группах узлах картину неспецифического воспаления с очковым некрозом. Собственно, по сути, мы также могли отнестись и к узлу, который в легком верхней доле слева, да. Однако он изменился в размерах, увеличился за короткий промежуток времени в полтора-два раза. И, собственно, картина больше соответствовала тому, что это периферический рак. И мы приняли решение о хирургическом лечении с противоположной стороны. Выполнили тарокоскопическую верхнюю лобоктомию слева, слухописекция, вот и бифоркационный, субоортальный, параортальный. И по результатам морфологического исследования мы получили, что узел в легком является аденокарциномой. В одном из лимфатических узлов корня легкого метастазы аденокарциномы. Во всех остальных лимфатических узлах элементы герноматозного воспаления. Но на самом деле, на мой взгляд, я еще раз скажу, что я считаю, что надо пытаться верифицировать узловые изменения в легких у всех пациентов. Процедура несложная, рутина выполняется на сегодняшний день в специализированных клиниках амбулаторно. Можно использовать методику аспирационной биопсии. Можно брать аспирацию более тонкой иглой для цитологического исследования. Информативность, точность методики зависит от размеров опухоли, консистенции, локализации в легком. Не буду на этом подробно останавливаться. Все опытные таракальные хирурги, всем об этом хорошо известно. Это данные НССН, это результаты осложнения, возможные после трансторакальной пункции. И по рекомендациям по гранлайнам НССН, частота осложнений при использовании иглы для аспирационной биопсии, при использовании иглы для бранж-биопсии, достоверно не различаются. Их частота не такая высокая. На иголе часто встречается пневмоторокс. Лишь в 10% наблюдений требуется тренирование плевральной полости. Возможные кровотечения, это, как правило, локальные кровоизлияния. Наиболее коварное осложнение в воздушной эмболии, которая казуистически редко наблюдается, лишь 0,02% наблюдений. Вот эта рентгенограмма из нашей практики клиническая. 10 лет назад даже больше 12 пациентов было выполнено в амбулаторных условиях, не было возможности тогда получить трансторакальное и трансбранхиальное под контролем генографии. Достаточно информативная методика, которую мы сегодня часто применяем в нашей клинике. Называем сейчас ее криобиопсией. Уже выполнено более 60 исследований. Очень информативная методика, которая позволяет получить достаточное количество материала, как для морфологического исследования, так и для ряда специфических исследований на поражение легкого и для молекулярно-генетического анализа. Правда, выполняется она в ходу анестезии и в условиях стационара, но характеризуется высокими параметрами точной специфичности. Вот еще одно исследование, которое свидетельствует о высокой эффективности трансторакальной пункции под контролем СДУГИ. Она может быть выполнена как в режиме рентгенографии, так и по необходимости, если узел четко не визуализируется, в режиме компьютерной томографии. Методика характеризуется достаточно высокими показателями чувствительности 94%, специфичности 89%, положительной предсказательной информативностью 94% и точностью 92%. И эти цифры практически сопоставимы как для опухолей менее 1 см, так и для опухолей более 1 см. Достоверных различий в этих показателях при опухолях, размерах, о которых я говорил, не выявлено. Это свидетельство в зависимости от типа образования, от локализации в легком, характеристик, точности, специфичности методики. И что важно, что методика достаточно информативна, трансторакальные пункции, даже под контролем ультразвукового исследования. Вы видите, это вот в нижней таблице представлены данные, что чувствительность доходит до 100%, извините, до 92%, до 100%, высокая специфичность до 100%. Мы в нашей клинике сегодня тоже под контролем ультразвука используем методику трансторакальной пункции. Да, если узел визуализируется, если даже находится не совсем субполиврально, если его видят, то есть возможность получить материал и точность методики достаточно высокая, могу сказать, по результатам, которые имеются в нашей клинике. Ну и в заключение хочу резюмировать, что попытка морфологической верификации диагноза должна выполняться абсолютно всем пациентам с узловыми образованиями в легких, с подозрением на рак. Методики инвазивные, которые используются, они достаточно отработаны, характеризуются крайне низкой частотой возможных осложнений, и это даст больше информации о планировании в случае необходимости того же объёма оперативного вмешательства. Спасибо за внимание. Продолжение следует...